Здравствуйте! Программа «Диалог с ластью» в эфире телеканала «Первый мытищенский» в студии Надежда Звягинцева и гости. Начальник управления и регулирования тарифно-ценовой и налоговой политики администрации городского округа «Мытищен» Павел Седойкин и начальник территориального управления ООО «Мособл-Ерц» Александр Поляков. Здравствуйте! Сегодня будем говорить о работе ООО «Мособл-Ерц» и проблемах, которые возникают при взаимодействии с этой организацией порой у жителей нашего округа. Поговорим о тарифах и ценообразовании на услуги ЖКХ, а также о том, как не стать неплательщиками. Александр Викторович, начнем с вас. Полтора года назад на территорию городского округа «Мытища» пришла ваша организация, территориальное управление, которое вы возглавляете. Вы, мытищенцы, стали получать не несколько квитанций, а единые платежные документы. Для чего это было сделано? Напомните нам, пожалуйста. И на сегодняшний день удалось ли решить те проблемы, которые возникли на начальном этапе? Да, вы правильно сказали, что именно для удобства жителей было проведено внедрение Мособл-Ерц на территорию городского округа «Мытища», в том числе и по всей Московской области, чтобы жители не получали различные квитанции по разным коммунальным услугам, чтобы эти жилищно-коммунальные услуги были объединены в единый платежный документ. В сентябре 2019 года Мособл-Ерц зашел на территорию городского округа «Мытища». Да, были некоторые проблемы в сентябрьской квитанции, которую мы первые выпустили, не были учтены показания по приборам учета жителей, которые не передавали показания. Им сразу был выставлен норматив без учета средних начислений. Эту проблему мы уже локализовали в октябре месяце, системно все это было устранено. На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме, очередей не наблюдаем, когда есть пиковые дни, когда жители к нам приходят, это после раздачи единого платежного документа. Возникают какие-то вопросы, да? Вот какие вопросы сейчас чаще всего возникают? После того, как мы вышли из пандемии, во время пандемии всем жителям городского округа, у которых в данный период должны были закончиться сроки, срок поверки счетчиков в данный период, были продлены эти сроки до 1 января 2020 года. На сегодняшний день мы видим наплыв жителей именно с поверкой счетчиков, передачи показаний по приборам учета. Все эти документы обрабатываются и вносят соответствующие изменения. То есть в штатном режиме это все решается. Павел Сергеевич, к вам вопрос. Ежегодно в Московской области повышаются тарифы, цены на жилищно-коммунальные услуги. Соответственно, тоже растут. Однако в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 у нас были такие, скажем так, по некоторым пунктам каникулы. Сейчас они уже прекратились или еще продолжаются. И вот в 2021 году, что нас ждет, будет что-то нечто подобное или уже пойдут цены вверх и какой-то прогноз известен? Ну, хочу пояснить, что да, действительно ежегодно в соответствии с действующим законодательством пересматриваются тарифы и цены на коммунальные услуги, на ресурсы. В прошлом году мы планировали очередное изменение данных тарифов и цен. Но коронавирусная вот эта пандемия, инфекция вынесла ряд своих корректив. К сожалению, соответственно, по указанию губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, были приостановлены действия цен на газоснабжение, в частности, с июля 2020 по октябрь 2020 года. Также приостановили утверждение новых нормативов потребления тепловой энергии на подогрев в ряде муниципалитетов. Кроме того, напомню, что с апреля 2020 года по июнь 2020 года по распоряжению губернатора были отменены оплата за капитальный ремонт. Соответственно, в платежном документе были убраны начисления за эти месяцы, но оставались только данные о долгах. В связи со сложившейся ситуацией органов мест управления городского округа Мытищи, также было принято решение не пересматривать плату за содержание жилого помещения. Поэтому тот размер платы, который был установлен с 1 июля 2019 года, остался в прошлом году неизменный. В этом полугодии он также в первом полугодии не меняется. Но мы предполагаем и сейчас уже готовим соответствующие документы с учетом продолжающейся ситуации и несения дополнительных расходов с 1 июля текущего года в районе Совета депутатов с предложением об увеличении данного размера оплаты. Хочу пояснить, что рост произойдет в пределах предусмотренных законом, это 3,7%. И если брать абсолютное значение, то у нас типовой тариф 37,99 рубля максимальный, то он увеличится до 39,40 рубля за 1 квадратный метр. Это значит, что тариф увеличится, плата за содержание буквально на 1 рубль 41 копейку за 1 квадратный метр. Для сведений хочу сообщить, что в соответствии с методическими рекомендациями, размер платы должен ограничиться предельным индексом. Этот предельный индекс, как раз я уже сказал, на 2021 год установлен в размере 3,7%. В прошлом году он был 3%. Поэтому увеличение тарифа будет исключительно в пределах данного индекса. Кроме того, тарифы на коммунальные услуги устанавливались летом прошлого года, в июле 2020 года. Они в этом году также будут подвергнуты изменениям. Они уже изменились, утверждены комитетом по ценам новые тарифы. Кроме водоснабжения холодного, они будут меняться. Холодное водоснабжение остается неизменно в том же размере, как есть сегодня. А вот с июля 2021 года водоотведение будет увеличено на 2,6%, теплоснабжение 5,7%, электроснабжение 6,9%. Напомню, что цены на газоснабжение были изменены. Как я уже сказал, они сначала приостановлены, были заморожены, а потом с 1 октября 2020 года были изменены. Рост цен составил до 3%, соответственно, в 2021 году также планируется, пока еще нет документов, но планируется рост цен в пределах до 4%. Здесь ситуация с коммунальными услугами аналогично по плате за содержание. Есть соответствующие предельные индексы, которые нельзя превышать. Они контролируются. На 2020 год предельный индекс составлял 7,7%, на 2021 год предельный индекс уставлен немного ниже 7,2%. Хотел бы обратить внимание, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт у нас пока не меняется. Он длительное время остается в том же размере, 9 рублей 7 копеек за квадратный метр. В 2021 году размер взноса не изменится, останется неизменным. В связи с тем, что плата за найм в городском округе привязана аналогично размеру взноса на капитальный ремонт, соответственно, плата за найм у нас также не будет меняться. Это плюс, это позитив. Все те денежные средства, которые... Минципалитет сдает в найм. Эти денежные средства в дальнейшем уже перечисляются в фонд капитального ремонта. Это позитивно должно сказаться на платежеспособности нанимателей муниципального жилья. Это основные данные по тарифообразованию за прошлый год и то, что будет планироваться в этом году. Кстати, по поводу платы за капитальный ремонт. Кто должен оплачивать, кто нет, и кто имеет право на компенсацию? Очень часто задаваемый вопрос. И как ее оформить, эту компенсацию? Готов пояснить. В соответствии с требованиями жилищного законодательства, оплата за капитальный ремонт должна вноситься всеми собственниками помещений в многоквартирных домах. Единственное основание для освобождения от взносов, это если помещение в многоквартирном доме или многоквартирный дом в целом признано аварийным и подлежащим сносу. Должны быть оформлены соответствующие документы. А также второй вариант, это когда земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признается подлежащим изъятию для государственных или муниципальных нужд. Вот эти основания для освобождения от взноса за капитальный ремонт. Кроме того, федеральное законодательство разрешает субъектам федерации принимать свои нормативные акты и определенные категории граждан также либо освобождать полностью, либо компенсировать им часть расходов. Так вот, в Московской области действует постановление Московской областной думы, закон Московской области о социальной поддержке отдельных категорий граждан. И, соответственно, граждане, получающие пенсию в соответствии с законами Российской Федерации, предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50% расходов на уплату взноса на капремонт, если эти граждане являются одиноко проживающими, не работающими собственниками жилых помещений. И возраст у них 70 лет и свыше. А также проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, не работающих граждан, получающих пенсию. Те граждане, которые подпадают под эту категорию и возраст у них более 80 лет и более, они освобождаются полностью от уплаты взносов за капитальный ремонт. Все заинтересованные лица, которые не оформили, не получают еще эту компенсацию, вправе обратиться в соответствующую структуру Управления социальной защиты, наше мытищенское, и решить этот вопрос. Вопрос будет однозначно решен положительно, потому что это законодательная норма и мера, которую нужно и обязаны все выполнять. Александр Викторович, а вот вас в МОСОБЛЕРЦ, вы же обладаете определенной базой, никаким образом не налажено взаимодействие со соцзащитой в этом вопросе? Конечно, централизованно все начисления сгружаются в единый информационный центр, откуда соцзащита берет эту информацию по начислениям и делает расчет по компенсации льгот. Хотел бы еще добавить, что даже если человек имеет право на льготу по данной услуге, все равно эта услуга будет присутствовать в едином платежном документе, льготник ее оплачивает, только потом уже соцзащита возвращает эти денежные средства на расчетный счет льготника. То есть, увидев эту статью, человек, имеющий право на льготу, не должен возмущаться, удивляться, просто оплатить, а потом... Но тут, я так понимаю, все-таки заявительный характер носит. Да, заявительный порядок, необходимо просто реализовать гражданину свое право, как и ряду иных категорий, которые перечислены как в нормативных актах Московской области, так и в Российской Федерации. Есть широкий перечень, это и военнослужащие, и многодетные. То есть, разные категории имеют на компенсацию разных видов коммунальных услуг в той или иной степени. Поэтому это тоже оказывает определенную помощь, тем более в такой сложный период времени. Сейчас, да, в такой сложный период времени перейдем к непростой теме, но тоже очень важной. На сегодняшний день, какова задолженность перед ресурсоснабжающими организациями? И по каким причинам чаще мутищенцы не платят за коммунальные услуги? Как объясняют? Хотел бы немного начать с цифр. За 2020 год Мособл-Ерс начислил жителям почти 4,5 миллиарда рублей за жилищно-коммунальные услуги. Не дособрали мы 134 миллиона. Сбор за жилищно-коммунальные услуги составил почти 97%. Депиторская задолженность на сегодняшний день составляет 850 миллионов рублей. Из них 350 миллионов рублей – это задолженность жителей перед мутищенской теплосетью. 200 миллионов – это задолженность жителей перед водоканалом, перед этими ресурсниками. На сегодняшний день абсолютно различные категории жителей имеют задолженность. Самыми добросовестными плательщиками являются, конечно, традиционно наши пенсионеры. Ну а так вот причины-то какие называют? Нет средств, может быть, потеряла работу или ведут социальный образ жизни? Какой-то портрет есть? Они абсолютно разные. Люди приходят, которые потеряли работу, правильно вы сказали. Те, кто имеют большую задолженность, они как не платили, так и продолжают не платить и ведут асоциальный образ жизни. Поэтому какого-то общего, общей картины по неплательщикам нет. Они абсолютно разные, в том числе даже жители, которые имеют достаток, они просто либо забывают оплачивать, либо это делают раз в год, грубо говоря, накопивают задолженность за год, приходят, оплачивают ее единовременно. Ну вот я встречала такое мнение, ряд матищенцев бывает недоволен качеством оказываемых коммунальных услуг, и вот эта причина становится той, по которой человек отказывается оплачивать коммунальную услугу или считает, что ему должны сделать перерасчет. Ну и, соответственно, по этой же причине, пока не будет перерасчета, я оплачивать не буду, говорит. Вот обосновано ли такое мнение, да, и какое здесь может быть предложение, чтобы решить такую ситуацию, когда некачественно оказывается услуга коммунальная, человеку продолжать платить в том же объеме и... Ну, давайте я поясню для начала. Мы, наверное, разделим этот вопрос на две части. Некачественная услуга — это когда коммунальная услуга не отвечает тем или иным параметрам, либо потребитель не согласен по отоплению с температурой в помещении с качеством горячей или холодной воды, с электроснабжением, перебоями. Вот, извините, перебью вас, например, да, последний случай, вот ржавая вода течет регулярно из труб, да? Соответственно, да. Подходит сюда? Да, абсолютно подходит. Это некачественная услуга. Необходимо, чтобы потребитель обратился в диспетчерскую управляющую организацию. В любом случае, первоначально уже диспетчерская определяет либо это на воде в многоквартирный дом, либо во внутридомовой системе что-то произошло. Соответственно, два часа буквально дается для решения вопроса, для актирования данного факта. Вместе с жителем диспетчерская должна организовать прибытие соответствующих сотрудников, составить акт, взять пробы, уже потом по этим пробам определить, соответствует услуга требованиям закона, либо не соответствует. Если есть основания признать услугу некачественной, тогда осуществляется перерасчет соответствующих, в соответствующих размерах, которые регламентированы 354 правилами предоставления коммунальных услуг. Если на вводе в дом произошел сбой, тогда это уже проблема на стороне ресурсоснабжающей организации. А если во внутридомовой системе, за это отвечает управляющая организация. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, которая, наверное, даже больше, нежели первая, это когда потребитель не согласен с размером начисленной платы в целом, либо за какие-то конкретные коммунальные услуги. Вот здесь мы проводим планомерную работу по разъяснению, если к нам поступают соответствующие обращения, да и призываем проводить такую разъяснительную работу управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией, чтобы доводить до жителей, что расчет платы осуществляется в соответствии с соответствующими формулами в 354 правилах по показаниям либо индивидуальных и вообще домовых приборов учета, где они установлены, там, где они не установлены, по нормативам потребления коммунальных услуг. То есть вся эта система и схема, она прозрачная. Единственные случаи, это когда вот скачки, например, на сегодняшний день, скачки по отоплению. Понятно, какие температуры отрицательные складываются на улице, жители и за декабрь, за январь получили платежи, значит, повышенные за отопление. Естественно, обоснованы вопросы, требуют, просят разобраться. Опять же хочу довести, что после получения платежного документа у потребителя есть 10 дней для оплаты. Подразумевается, что как только он получил платежный документ, у нас просто есть разные варианты, это авансовая схема оплаты и по факту, поэтому, соответственно, в разные даты жители получают эти платежные документы. Вот у него есть 10 дней, чтобы попробовать разобраться, значит, непосредственно обратиться в управляющую организацию, любую организацию, которая выпустила платежный документ, в данном случае в МОСОВЛ ЕЕРЦ, соответственно, жителю должны непосредственно разъяснить, показать, объяснить. При необходимости получить данные о показаниях общедомовых приборов учета, определить, сколько, какой объем того или иного ресурса или услуги поступил в дом, поступил в конкретные помещения, тоже должны жителю дать соответствующее разъяснение. И большая часть вопросов снимается, в принципе, когда жители убеждаются, да, в дом поступил определенный объем, он распределен таким-то, таким-то образом, и по цене такой-то. Цены фиксированы, они регулируются государством, здесь ни управляющие, ни ресурсно-набжающие организации не вправе самостоятельно устанавливать какие-то иные расценки. Объемы известны, и все это можно сложить. Мы в своих ответах на те обращения, которые к нам поступают, и в устных, и в письменных, и с помощью МОСОВЛ ЕЕРЦ, с помощью ресурсно-набжающих организаций, все раскладываем, если у конкретного жителя есть вопрос, прям все раскладываем, и человек сразу видит. То есть мы можем показать и вплоть до общегодового потребления, если есть какие-то там, допустим, перерасчеты. У нас периодически бывают такие перерасчеты, связанные, например, житель какое-то время отсутствовал в помещении, не дай бог в больницу попал, в командировки был, не мог подавать какое-то время показания приборов учета. Соответственно, ему какое-то время начисляли по среднемесячному, потом по нормативу. Он приезжает с отпуска, с командировки, просит произвести перерасчет. Ему снимают начисление, допустим, по кубам горячей воды, а тепловую энергию куда-то же нужно деть. Соответственно, тепловая энергия перераспределяется практически, фактически как на общедомовые нужды, перераспределяется по всему многоквартирному дому. И в связи с другими основаниями, значит, управляющие компании с ресурсниками периодически делают сверки и по объемам потребленных ресурсов. От этого тоже появляются перерасчеты. Поэтому в этом я не скажу, что ничего страшного нет, но это все прозрачно, проверяемо, и всегда можно за каждую цифру, за каждый робот, за каждую копейку отчитаться. Всего лишь нужно наладить взаимодействие между жителями и управляющей организацией. Я всегда рекомендую, если житель не может или не хочет сам обратиться, можно привлечь к этой работе старших по подъездам, старших по домам. У нас практически в каждом доме есть советы многоквартирных домов, есть активисты. Можно, объединившись, обратиться в управляющую организацию. Тем более, это проблематика, возможно, не у единственного человека, а у группы лиц. И всегда будут даны необходимые разъяснения. Из-за своей практики могу сказать, что не было таких случаев, что мы не смогли жителю объяснить какую-то ситуацию или показать, откуда появились те или иные цифры. Поэтому здесь мы всегда готовы оказать необходимую поддержку. Можно обращаться и нужно, в первую очередь, в управляющую организацию, и в ресурсоснабжающую организацию, если там есть прямые расчеты. Можно обращаться и к нам в администрацию городского округа. Сейчас пока ограничен личный прием в связи с коронавирусной ситуацией. А так, все возможные средства связи, электронная почта, обычная почта, горячая линия, он сработает. Все данные у нас есть на сайте. Мы всегда предлагаем к нам обращаться, если вдруг мы готовы. А МОСОБЛ ЕРЦ ведет такую разъяснительную работу? Туда есть смысл обращаться? Если непонятно что-то по начислениям. Конечно, в первую очередь наши жители идут к нам с обращениями, если вдруг что-то начислено, завышенные объемы какие-то или еще что-то. В первую очередь они идут к нам, мы стараемся давать полное разъяснение. Хочу добавить, что все начисления, которые мы делаем по тем или иным ресурсам, услугам управляющей компании, мы делаем по их поручению. Соответственно, мытичинская теплосеть нам предоставляет расход объема тепловой энергии, которую потребили дома. Алгоритм программы распределяет эту тепловую энергию уже по всем собственникам жилья. Понятно. В пандемии этот вопрос тоже внесла свои коррективы. Многие потеряли работу, в связи с этим стали неплатежно способны. И, наверное, не смогли выделить деньги на оплату коммунальных услуг. Действовал какое-то время мораторий на работу с должниками. Но сейчас, с начала этого года, она возобновлена. Какие меры воздействия на должников, на неплательщиков существуют? И хотелось бы узнать, с какого момента? То есть, я, допустим, один-два месяца не заплатила за коммунальные услуги? Или это какой-то более длительный срок? Давайте я начну, наверное, от обратного. В прошлом году, в связи с этой ситуацией, с апреля прошлого года по январь 2021 года, постановлением правительства 424, номер его, были приняты соответствующие меры послабления введены. То есть, нельзя было отключать потребителя от коммунальных услуг. Нельзя было начислять пение. И пение не только жителям со стороны управляющей организации, но и в адрес управляющих организаций, ресурсоснабжающие организации тоже не имели права начислять пение. Этот период, теперь все, мы прошли, прожили. Но с 1 января этого года все, значит, эти моратории отменены. Теперь уже полноценно можно привлекать, условно можно сказать, гражданское правоответственность в виде начисления вот этих неустоек. Уже потихоньку начинается работа со стороны управляющей компании и ресурснабжающих организаций по выявлению тех лиц, которых возможно отключить от коммунальных услуг. Как бы это ни сказано, мы даже с сожалением, но этот факт есть. Пока других способов бороться нет. Активно проводится работа по взысканию задолженности в судебном порядке. Направляются уведомления в адрес должников. Далее, после решения суда, если это судебный приказ, либо получается исполнительный лист, они направляются либо в банк, сейчас это возможно, выявить счета через налоговую инспекцию, либо в службу судебных приставов, в которых тоже есть большой круг полномочий, арест имущества, изъятие данного имущества, ареста, изъятие денежных средств. Поэтому комплекс мероприятий широкий. Все эти меры реализуются, в том числе сообща, так сказать, объединенными усилями управляющих организаций, ресурснабжающих и с помощью платежного агента МОСУБЛ ЕИРЦА. Поэтому самое главное, не допускать этой задолженности. Единственная возможность у жителя, наверное, избежать этих штрафных санкций, это своевременно просто оплачивать. Если возникают вопросы, с ними можно разбираться. И, получив ответ, убедившись, что все начисления законно обоснованы, и нет оснований не оплачивать, просто своевременно оплатить всеми доступными способами. Это позволит избежать привлечения к ответственности и к наступлению негативных последствий для гражданина, прежде всего. Потому что это не просто достает какое-то неудобство, но и в перспективе, может быть, запрещен выезд за границу, внезапно заблокируют счет. Это неприятно, нехорошо. И это складывается негатив в целом для данного гражданина, для членов его семьи. Потому что я хочу отметить, что ответственность возлагается не только на собственника помещения, но и на всех лиц, которые прописаны и зарегистрированы. Эта ответственность будет солидарной. Соответственно, если непосредственно должник собственник не заплатит за коммуналку, защитить не только с него, но и со всех совершеннолетних лиц. Предлагаю посмотреть сюжет, который был снят недавно, как предприятие АО «Водоканал Мэтищи» работает с должниками. Мораторий закончился. За просрочку оплат услуг ЖКХ вновь начисляют пеней или отключают от коммуникаций. Например, на сегодняшний день дебиторская задолженность только перед Мэтищинским водоканалом составляет 450 миллионов рублей. Один из должников – житель деревни Пирогова. Не рассчитывался с коммунальщиками в течение нескольких лет. Результат – долг более чем 90 тысяч рублей. И это только Мэтищинскому водоканалу. Эта сумма формируется и тормозит процесс выполнения своих обязательств предприятия. Это включает в себя текущие капитальные ремонты, прокладки новых сетей водоснабжения, водоотведения, обслуживание, это зарплаты. То есть предприятие изыскивает уже средства для нормального содержания имущества, которое находится в ведомстве АО «Доканал Мэтищин». Рабочие спустились в колодец и перекрыли вентиль на трубе, по которой в дом нерадивого абонента поступает вода. Подача ресурса возобновится только после того, как долг будет погашен полностью. Ранее в судебном порядке должнику предоставили рассрочку, но этой возможностью он не воспользовался. Более того, попав в непростую ситуацию, Мэтищинец мог бы не дожидаться судебного иска, а самостоятельно обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Абонент может заключить с нами соглашение о погашении долга, но, разумеется, в рамках разумного периода. Мэтищинец может оплатить ее добровольно до применения нами мер по приостановлению ресурса либо обращению в суды. Служба с бытом Этищинского водоканала систематически проводит работу с должниками. Сначала проблему пытаются решить в досудебном, затем в судебном порядке. Так, за последние три месяца предприятиям подано в суд более 320 заявлений о взыскании задолженности на общую сумму более 20 миллионов рублей. Отключение должников от коммуникации – крайняя мера. Можно еще добавить, на сегодняшний день Мусобл-Юрс приступил к начислению пеней, штрафных санкций. Только за 2020 год было подано более 12 тысяч исковых заявлений в различные суды. Взысканно физически с жителей было почти 74 миллиона рублей. В декабре месяце мы изъяли с помощью судебных приставов автомобиль. И будем дальше продолжать эту работу. На сегодняшний день также управляющие компании приступили к ограничению коммунальных услуг за долги. Александр Юрьевич, все же эти прозвучало. Можно еще раз повторить, почему так важно оплатить вовремя за коммунальные услуги? Чем это оборачивается? Сначала для предприятий, которые поставляют услуги коммунальные, а потом, я так понимаю, и для потребителей до них очередь доходит. Мы понимаем, что когда жители ограничивают коммунальные услуги, это уже некомфортно. Когда ограничивают выезд за границу, арестовывают имущество, изымают имущество. Понятное дело, что для ресурсоснабжающих организаций такая дебиторская задолженность тоже влияет на их работу. Не могут вовремя заплатить за ресурсы, которые они потребляют, за газ, за электроэнергию. Приходится привлекать средства заемные для решения этих вопросов. Поэтому долги за жилищно-коммунальные услуги приносят всем неудобства, в том числе и соседям, которые живут в тех же домах. В конечном счете опять страдает потребитель. Я готов дополнить, что по факту причиняется ущерб неплатежами жителей и управляющих организаций. Если жители не платят управляющие организации, то это ущерб для управляющей организации. И аналогично, циклически, это ущерб для ресурснабжающей организации и конечного поставщика. Если не заплатить сегодня управляющая организация, она не сможет вовремя расплатиться с ресурсниками. А те, в свою очередь, не заплатят за газ, за воду, за покупную теплоэнергию. Если мы как граждане, как жители платим налоги, допустим, раз в год, в декабре, то все юридические лица платят налоги ежемесячно. Необходимо выплатить сотрудникам аванс и зарплату ежемесячно. Если есть неплатеж, который мы сейчас озвучивали, слышали, то откуда взять денежные средства юридцам? Они либо привлекают заемные средства, либо берут кредитные ресурсы. А это дается не бесплатно. Это опять дополнительные расходы, которые, к сожалению, в ряде случаев вложатся тяжким временем на всех потребителей. Потому что в ряде случаев какая-то часть этих расходов включается в тариф. И те расходы, о которых мы говорим, связаны с принудительным взысканием. То есть для того, чтобы подать суд, надо заплатить пошлину. Понятно, что она там в перспективе может компенсироваться. Опять-таки либо юрист в штате, либо нанять юристов. А если такая массовая работа по подаче исков в суды, то понятно, что это ни один, ни два юриста должны делать. Я для примера скажу, что у нас за 2020 год наша ресурсоснабжающая организация, в частности, мы этическая теплосеть подала в арбитраж только свыше 500 заявлений на сотни миллионов рублей. Водоканал, то же самое, свыше 300 заявлений, но это вместе с частным сектором, с ИЖС. Логично и электросеть судится. Мосэнергосбыт только за прошлый год в арбитраж подали 7 тысяч заявлений. Это какая нагрузка и на предприятия, и на сотрудников, и на суды. Суды мы не говорили сейчас, но надо сказать, они тоже работали в авральном режиме в прошлом году. То есть были ограничены проходы в суды, и до сих пор есть напряжение с получением определенного вида документов, исполненных листов и так далее. Мы надеемся, что эти вопросы будут закрыты, решены. Но это огромная нагрузка и просто на государственную машину, государственную систему. Все эти расходы, они, конечно, не нужны никому. И в первую очередь они нужны потребителям. И нам, как потребителям, и должникам потребителям. В частном секторе особенно это будет заметно. Хорошо, если у человека есть колодец, или откуда-то он может принести воды. А в квартире как поступать? В квартире воды не накупаешься. Так что необходимо просто своевременно это все оплачивать и ощущать, осознавать свою ответственность перед членами своей семьи, перед горожанами, перед своими соседями, в том числе по многоквартирному дому. Мы, наверное, многие из нас видят листочки, которые в подъезде вывешены со списком квартир и должников. Поэтому на такие вещи необходимо обращать внимание. И чтобы в этом списке мы не фигурировали. Да, это Бог. Но если сложилась такая безвыходная ситуация, неоткуда взять денег, долг копится. Прозвучало в сюжете, что можно прийти, договориться, заключить соглашение с поставщиком ресурса. Но получается, если ты не плачешь, то ты не только за воду не плачешь, но и за электроэнергию, и за газ. Каждому ходить или Мособл Ерц может посодействовать в решении этого вопроса? Как-то комплексно заключить соглашение и частями выплачивать свой долг начать? Правильно. Мы не пытаемся загнать должников в угол. Мы стараемся помочь разобраться в ситуации. Если мы видим, что человек хочет погашать задолженность, мы видим, что он периодически оплачивает, и задолженность уменьшается, мы заключаем соглашение по этапному погашению задолженности и предоставляем человеку рассрочку. Если он выполняет все условия данной рассрочки, мы на него не подаем в суд, либо не передаем исполнительные листы в судебный пристав. Как только если он вдруг перестает выполнять условия соглашения, понятно, что сразу все меры, которые мы делаем, возникают. Сразу возникает, подается приставом этот исполнительный лист, и сразу уже вступают в крайние меры. Последствия, да, не оплаты. Но, к слову, сейчас оплачивать услуги ЖКХ становится все легче. Было выпущено в сентябре прошлого года мобильное приложение «Умная платежка». То есть теперь не просто онлайн, но и со своего мобильника можно оплатить счет. Что еще можно сделать с помощью мобильного приложения? Да, в сентябре месяце вышло новое приложение «Мосублъерц». Помимо того, что человек может выгрузить оттуда свою квитанцию, посмотреть все начисления по каждой услуге, он может передать показания по приборам учета, может написать заявление, приложить какие-то документы о перерасчете, о поверке приборов учета, о смене собственника. То есть он может все это сделать онлайн, не приходя в наши офисы. Ну вот, дополнить, чтобы ваш ответ, предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги. Мытищинцам доступен онлайн-сервис «Умная платежка». Он был разработан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для жителей Подмосковья. Специальная программа, которая базируется на личном кабинете клиента Мособл ЕРЦ Онлайн, позволяет управлять счетами за жилищно-коммунальные услуги с помощью смартфона. Имея под рукой только смартфон, зарегистрированный пользователь Мособл ЕРЦ Онлайн также может подать заявление на получение субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, получить справку об отсутствии задолженности, если таковой нет, получить копию финансового лицевого счета и выгружать платежный документ. Сервис «Умная платежка» доступен на сайте Мособл ЕРЦ. На смартфон можно скачать мобильное приложение Мособл ЕРЦ Онлайн. Оно доступно в App Store и Play Market. Напомню, Мособл ЕРЦ работает на территории городского округа Матищи с сентября 2019 года. На обслуживании организации находится порядка 120 лицевых счетов. Особенно сегодня в условиях пандемии COVID-19 очень актуально и очень удобно. Не надо никуда ходить с телефоном. Все верно. Все-таки, Александр Викторович, напомните телезрителям, какие еще способы оплаты услуг ЖКХ существуют, потому что понятно, что не все, например, пожилое наше поколение, но все-таки со смартфоном на «вы». Какие способы оплаты услуг ЖКХ существуют? И офисы Мособл ЕРЦ сегодня доступны или нет? Помимо традиционных мест оплаты за жилищно-коммунальные услуги, это банки, почта России. Конечно же, платежи можно совершить и в наших офисах, стоят терминалы. Конечно, самый удобный способ, я считаю, что это личный кабинет. Через мобильное приложение на сайте Мособл ЕРЦ. На сайте Мособл ЕРЦ также реализованы возможности оплаты за жилищно-коммунальные услуги без регистрации. Там есть кнопка, по которой вы можете завести свой лицевой счет и оплатить банковской картой. Как в терминале, да? Абсолютно верно, да. Но вот все-таки офисы Мособл ЕРЦ открыты сейчас для посетителей, потому что был период, когда они были недоступны. Ну, надо сказать, что офисы Мособл ЕРЦ перед самоизоляцией закрылись, наверное, самые последние. Даже во время самоизоляции все сотрудники наши работали в удаленном режиме. На телефоне, да? Отвечали на телефонные звонки, отвечали на обращение через личный кабинет. Как только появилась возможность открытия, мы тут же открылись и все работаем в штатном режиме. На сегодняшний день у нас работает 6 офисов. Напомните, где? Офис на юбилейный 36, корпус 3, 40, корпус 1. На силикатный 37, колпакову 31, на трудовой 14. На втором первомайском проезде все офисы работают в штатном режиме. Отлично. Программа «Диалог с властью» подходит к концу, но у вас есть еще пара минут, чтобы подвести итог нашей беседы. Пожалуйста, кто начнет, Павел Сергеевич? Я хотел бы сказать следующее, что органы власти Московской области, администрация городского округа и органы местного управления в целом принимаем исчерпывающие меры, направленные на то, чтобы облегчить нашу общую жизнь. Мы живем в нашем городе, в нашей области. Наша область, наверное, наряду с другими субъектами, одна из самых передовых в части и цифровизации, и внедрения удобных способов работы с данными в сфере ЖКХ. Поэтому я считаю, что все в наших руках. Единственное, помогать друг другу. Мы с администрацией городского округа и, в частности, наши подразделения всегда готовы конструктивно работать и с потребителями коммунальных услуг, и с любыми гражданами, которые обратятся к нам по тем или иным своим вопросам. В свою очередь, мы призываем, предлагаем просто своевременно оплачивать коммунальные услуги, не запускать задолженности. Это самое маленькое, с чего можно начать. И тогда огромное количество проблем, которые на самом деле существуют, возникают. Иногда не по нашей вине, как вот этот коронавирус в прошлом году или снегопады, которые сегодня происходят. Но общими усилиями мы эти проблемы можем решить и победить. Спасибо всем. Я также призываю жителями пользоваться удобными удаленными сервисами. Надо сказать, что уже более 50 тысяч наших жителей зарегистрированы в нашем личном кабинете. Пользоваться, не посещать людьми места, удобно, прозрачно, как говорится. Сберечь себя. Сберечь себя. И поблагодарить. Самое главное, о чем мы сегодня должны сказать, благодарить наших добросовестных плательщиков, которые своевременно, качественно оплачивают коммунальные услуги, не создают долги. Ну и дай Бог всем здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами, отвечали на вопросы, информировали наших телезрителей. Напомню, в студии телеканала «Первый мы Тищенские» сегодня были начальник управления регулирования тарифно-ценовой и налоговой политики администрации городского округа «Мытищи» Павел Седойкин и начальник территориального управления ООО «Мособл ЕРЦ» Александр Поляков. Не переключайтесь, мы с вами прощаемся. Вас еще ждет выпуск новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова